День рождения наставника, а Виктору Прокопенко исполнялось 50, обязывал волгоградцев сыграть красиво и результативно. Но ожидания с реальностью разошлись, как в море кораблей. Ротор было не узнать. Начиналось всё за здравие. Нидергаус рвётся к воротам, пенальти. Москвич Малеров не преклонен. В притирку со штангой Веретенников посылает мяч в ворота. Первый тревожный гудок локомотива прозвучал для волгоградцев на 17-й минуте. Невысокий Смертин с пятачка при полном попустительстве защитников сравнивает счёт. А дальше игра пошла уже под диктовку гостей. Умный, расчётливый перепас нижегородцев приятно удивил волгоградскую публику, давненько не видевшую на своём стадионе команду, атаковавшую столь остро. А тут ещё защитники ротора решили взять инициативу на себя, но с Юркими Никулкиным и Герасимовым шутить им не стоило. Два мяча хозяева поля, что называется, привезли сами себе. Мячи-близнецы. А между этими голами вне разберихи у чужих ворот Веретенников со своей нерабочей правой ноги вколачивает мяч в сетку. После третьего пропущенного мяча у волгоградца в запасе оставалось целых 30 минут. Беспорядочный навал, причиной которого Виктор Прокопенко назвал огромное желание игроков проявить себя, ни к чему не привёл. В психологии игры такова, что у противника было преимущество в том плане, что они вышли раскованы, их результат любой удовлетворял. Нам нужна была только победа. Нас даже ничего не устраивало, как я себе мыслю.